Речи ручной, например, навык, особенно те, у кого есть дети. Знаете, да, там вот эта мелкая моторика рук, да, там вот бусинки нанизывают. А зачем это все нужно там руками, да? А развивает логическое мышление, оказывается. Ну, вот так устроена наша нервная система, что вот мы сейчас с вами будем делать упражнения руками какие-то, что-то будем делать ногами маршировать, а при этом, как ни странно, мы будем улучшать свой навык владения речевым аппаратом. Поэтому мы сейчас с вами будем выполнять упражнение молоточек. Везьмем в руки молоток, и вот мы будем этим молоточком, и при этом мы будем произносить определенное буквенное сочетание. БДГ, 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 БДГО, БДГУ, БДГИ. Со звонкими, да, со звонкими согласными это делать легче, проще. БДГ, БДГИ. И линейка гласных та же самая. И, Э, А, О, У, И. Итак. БДГИ, БДГЭ, БДГА, БДГО, БДГУ, БДГИ. Понятно, да? То есть рукой мы себе активно так помогаем. А теперь вы делайте, а я только слушаю. Договорились? Начали. БДГИ, БДГЭ, БДГО, БДГУ, БДГИ. Так вот, со звонкими это было самое простое. Лошадиный топок. Сейчас мы возьмем с вами глухие. ПТКИ. ПТКИ. Аж три глухих звука. ПТКИ. ПТКИ. ПТКО. ПТКУ. ПТКИ. Мы еще с вами добавим вот такое движение ногой, да? ПТКИ, 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 ПТКО, ПТКУ, ПТКИ. Так. Задействуйте, пожалуйста, свое тело. Не только там ручку, ножку. Вообще, в общем, как бы, да? Вроде танцую. Вот. Почему мы как бы ножкой начали с вами пристукивать? Потому что мы одной ручкой погоняем лошадку, а другой ручкой мы же щекобы... Продолжение следует...